Прийти в кафе со своей чашкой или термокружкой еще не стало правилом, скорее исключением, но это пока. Каждый день эту кофейню на Советской посещают свыше сотни человек и, как сейчас модно, берут капучино с эклером с собой. Посчитайте сами, сколько за день получается пластиковых отходов только в одном заведении. В обруске их больше двух сотен. Напомним, с 1 января правительство запретило использовать в общепите одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, соломинки. В стоп-лист также попали неэкологичные контейнеры, лотки, коробки и ланчбоксы. Мы сменили посуду еще до вступления в силу этого закона. Стаканчики у нас были с самого открытия кафе, то есть это уже 3,5 года мы пользуемся биоразлагаемыми стаканами. Крышки у нас появились тоже еще до выхода закона. Ну и потихонечку, постепенно мы стараемся полностью все заменить на био. В судьбу экологической ситуации вмешался и коронавирус. Неблагоприятная эпидобстановка диктует свои правила. Теперь хлеб, булочки и кондитерские изделия на полках супермаркетов лежат в герметичной упаковке из ПВХ-пленки или полиэтилена. А это приводит к увеличению пластиковых отходов. Вредный мусор поступает на спецавтопредприятие. Статистику подпортила пандемия. Ну если брать PET-бутылку, оно пошло на снижение. Стекло на оборотное увеличение. Если брать остальные отходы пластмасса, то они пошли на увеличение. Процентов на 15 больше, потому что сейчас в магазинах видите, что все продукты идут в упакованную. Поэтому процент будет идти вверх. Худшее из дел – выброшенный пластик на улицах. Он разлагается на частицы, попадает в воздух, почву, воду, угрожает рыбам и птицам. При его сжигании происходит выброс в атмосферу органических веществ. Ошибочное мнение, что микропластик не опасен для людей. Его накопление в человеческом организме может вызывать даже повреждения внутренних органов. С одной стороны, кажется, что пластиковая посуда одноразовая – это достаточно удобно. То есть не надо мыть, взял, поел, выбросил, и не задумываешься дальше, куда это все пойдет. Вопрос о переработке одноразовой пластиковой посуды, он достаточно, скажем так, в зачаточном состоянии. То есть технологии на сегодняшний день не позволяют переработать ту массу. Потому что если, например, взять даже не одноразовую посуду, а пакеты, которые полиэтиленовые, то в одну минуту в мире образуется один миллион пакетов. То есть понимаете, какой будет. Значит, второй путь – это переход и использование биоразлагаемой посуды. Экологичное решение нашла бобруйская компания «Спецэкоклининг». Она одна из первых в стране и единственная в нашем городе начала производство биоразлагаемой посуды на основе кукурузного крахмала. Однако найти эту экопродукцию в масс-маркете пока проблема. Из-за закрытых границ запустить масштабное производство бизнесмены не могут. Необходимо специальное оборудование. Наша биопродукция подтверждается соответствующими сертификатами и лабораторными исследованиями о биоразложении. Она не требует утилизации и полностью разлагается за 9-12 месяцев. При оперативном сроке производства мы реализуем практически все виды биоразлагаемой одноразовой посуды. Мы готовы предложить нашим клиентам широкий спектр услуг. Начиная с выбора цветового решения изделия и заканчивая доставкой готовой продукции в нашем городе и по всей территории Республики Беларусь. К 2023-му Беларусь планирует полностью отказаться от пластика в общепите. Не исключено, что и во всех сферах экономики. Здесь же медицина, производство и торговля. Сегодня пластиковый мусор – одна из самых острых экологических проблем нашей планеты. Только задумайтесь, его разложение занимает от 100 до 500 лет. Больше всего от него страдают океаны, которые становятся пристанищем неутилизированных бутылок, пакетов и контейнеров. Каждый день и каждую минуту в воду попадает целый грузовик таких отходов. Если мы сохраним этот темп, к 2050-му, по расчетам ученых, в океане будет больше пластика, чем рыбы. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруск-360.